привет всем с вами марина на канале мои 6 соток и сегодня я хочу рассказать вам про орхидеи я выбрала для показа вот это окошко на котором орхидеи себя чувствуют более лучше чем на других окнах это то окно на котором солнышко бывает только до 11 часов дня вот на таких окнах орхидеи себя чувствуют замечательно если ранним утром выглядывает солнышко и до 11 часов она где-то светит у этих орхидей не обгорают никогда листья все прекрасно вот вы видите у меня окно ничем не затенено я обычно чем-то укрываю ну в итоге что я хочу вам рассказать вы у меня спрашиваете каким образом у меня нарастает такая листва почему такая корневая система каким образом я поливаю в каждом видео я в принципе об этом рассказываю мне масса видео снятых на эту тему но еще раз повторюсь для тех может кто не все видео видел мои или где-то что-то упустил каким образом что происходит орхидеи вот вы можете наблюдать вот вот эти орхидеи вот недавно пересадила в большие горшки вот это две орхидеи 1 и вот 2 орхидея они перенесены с южной комнаты с комнаты где южное окошко это детки и они находились там вот наращенные корешки не такие конечно толстые как у всех этих орхидей как вы можете замечать но они уже я смотрю пошли в рост и прекрасно себя эта орхидея чувствует листья видите какие мясистые прям таки даже под листом я понимаю что там такие липкие капельки что свидетельствует о том что орхидея находится в прекрасном состоянии но такие капельки могут быть еще сигналом о том что на орхидеях появился вредитель это тоже нужно уметь отличать чтобы не появилась щитовка которая может повредить ваше растение и так орхидеи пересажены у них вот вы видите мощная корневая система и корни такие воздушные кто-то назвал уродливые пучки не знаю это наверное может сказать только тот человек который не любит орхидеи потому что мне кажется вот такие вот пучки это свидетельство того что орхидея себя чувствует просто прекрасно значит почему такая листва опять-таки расположение окно условия выращивания вот вы видите орхидея все в цветоносах вот цветонос на этой орхидеи на этой следующая орхидея вот это она тоже где-то тут цветонос вот он цветонос вот он этим дальше это орхидея пока по моему не видела и цветоноса и вот у этой орхидеи вот он цветонос так что все орхидеи у меня цветоносах детки уже не беру во внимание хотя эти две детки они уже тоже они у меня были на цветоносах росли и у них тоже были цветоносы сразу от рождения вот такие у меня экземпляры поливаю я обычно обычной водой из-под крана вода у нас хорошая если у вас хлорированная так делать не нужно нужно и чтобы вода была отстоялась а я обычной водой горячей из-под крана добавляю любое удобрение для цветов не обязательно чтобы было для орхидеи для цветов я уже приучила свои орхидеи при каждом поливе один раз в неделю добавляю удобрение удобрение добавляю немного слабее концентрацию чем положено чем в инструкции указано и поливаю как обычный цветок вода которая в поддоне остается не сливаю цветок ее выпивает если у вас не выпил в течение трех дней то тогда конечно лучше слить корни не загнивают корневая система хорошая при таком поливе все прекрасно орхидея чувствует себя хорошо корни наращивает именно из-за такого полива воздушные корни так как она питается воздухом водой берет питательные вещества из коры из мха поэтому воды ей не совсем достаточно она наращивает корешки и эти воздушные корешки гораздо лучше тех корешков которые там внутри так что вот таким вот образом мои орхидеи себя чувствуют на данном окне как вы видите все практически с цветоносами с прекрасными толстыми листьями и все у них хорошо растут в обычной коре сосновой и обычный мог все из леса привезли посадили и все хорошо если вам понравилось видео подписывайтесь на мой канал кто не подписан ставьте лайки всего доброго и до новых встреч пока пока